В поселке Токсимо семья осталась без дома из-за оставленной без присмотра печи. Инцидент произошел 4 ноября. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, обрушилась кровля, пострадавших нет, сообщили в республиканском агентстве ГОИЧС. Здесь вот улица Буйко, чуть выше шахматного клуба, случился пожар на втором этаже. Другой пожар на УЖУ Лан-УД произошел из-за детской шалости. Вечером 5 ноября в жилом доме на улице Буйко произошло возгорание. Прибывшие спасатели эвакуировали 15 человек. В результате пожара по всей квартире закопчены стены и потолок, поврежден диван и стеклопакет. Пострадавших нет, сообщили в МЧС по Бурятии. В Забайкалье мужчина устроил взрыв возле кафе. Инцидент произошел вечером 5 ноября. По версии следствия, подозреваемый поссорился с несколькими мужчинами и привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва пострадали 4 человека, одного из которых госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом. В УЛАН-УД продолжают прибывать новые автобусы, но водителей и кондукторов на них не хватает. Сотрудникам МУП городские маршруты повысили зарплаты, новых водителей при необходимости бесплатно переобучат на категорию «Д» и выплатят подъемные. Кроме того, им положена бронь от мобилизации. У нас в любом случае предусмотрено баронирование каждого сотрудника, который вновь пришедший в муниципальном предприятии городские маршруты. Артисты театра «Забава» вернулись с гастролей в Крыму, которые проходили с 17 по 30 октября. Группа в числе 15 бурятских артистов выступила перед нашими ребятами, которые участвуют в СВО. Хочется, наверное, пожелать, что ребята, с которыми мы встретились за эти дни, чтобы для них встреча с нами была таким своеобразным талисманом, хранителем. Бывший худрук русского драмтеатра Сергей Левицкий нашел работу в Казахстане. Он стал режиссером Казахского театра юного зрителя, сообщил в соцсетях худрук театра Фархат Малдагали. Сергей Левицкий занимал пост худрука Государственного русского драматического театра имени Бестужева с 2015 по 2022 год. После увольнения его дважды штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России. В ТГК подвели итоги работы за 9 месяцев. Так, чистая прибыль составила 365 миллионов при общей выручке в 9,5 миллиардов рублей. Это примерно 1 миллион 350 тысяч рублей в сутки или 56 тысяч в час. В год празднования 200-летия со дня рождения Даржи Банзарова в Джидинском районе установили памятник в его честь. Монумент расположен в селе Нижний Четуй на территории школы, которая носит его имя. Там же открыли и музей-юрту, где можно подробнее ознакомиться с биографией первого бурятского ученого.